Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана и по многочисленным запросам девчонок снимаю вам свой утренний и вечерний уход по этапам. Если вам интересна данная тема, оставайтесь со мной до конца. Девчонки, у меня утро начинается не с кофе, но кофе, конечно, может в это время завариваться, а с умывания правильного, с очищения кожи, с масочки, с какой-нибудь... Даже если я спешу на работу или по каким-то делам, я все равно выполняю этот обязательный комплекс процедур. Закалываем волосы или надеваю вот такую повязочку и приступаем. Итак, утренний уход. Что мы делаем, когда просыпаемся? Нам нужно очистить остатки ночного крема, либо ночной маски, остатки продуктов жизнедеятельности наших сальных желез с лица. Обязательно, это делается обязательно. Я сейчас использую вот такой очищающий мицеллярный скраб для лица для ежедневного применения. Использую его на каждый день, уже заканчивается. Вот именно такие продукты на утро, мне кажется, подходят идеально. Он освежающий, он дарит, знаете, такое легкое ментоловое чувство свежести и вместе с тем хорошо очищает вашу кожу. Приступаю. Слегка смочила лицо и теперь выдавливаю небольшое количество скраба на руки и начинаю проходиться по всему лицу. Этот процесс очищения, он обязателен. Если вы проснулись, просто протерлись чем-нибудь, да, намазали свое дневное применение, пошли, но не тот результат. Поры будут забиваться, морщины образовываться. От него даже, знаете, немножечко так глаза не пощипывает, но если в глаза попадет, конечно, будет пощипывать. А так вот такой вот свеженький. Именно на утреннее применение я его использую. Вот так выглядит мое лицо. Здесь много-много мелких частичек. Как следует скрабируемся. Могу еще применять параллельно вот этот аппарат. Но если утром мои еще спят, как бы не надо шуметь, но делается, конечно, все вручную. Там много насадок, это фаберликовские. На ней есть и на Алиэкспресс такие аппараты, и в магазинах, и гораздо дешевле, чем в фаберликах. Несколько насадок. Массажные использую, когда вношу крема. И для пилинга и очищения тоже щеточка там есть. Рублей за 300-400 можно купить в магазинах, а на Алиэкспресс еще дешевле. Ну, девчонки, таким образом я как следует прохожусь по всему лицу. Параллельно можно сделать массажик мышц лица. Я люблю этим заниматься, если честно, потому что застаиваются, особенно вот эти. Все как следует прошли, и смываем водой. Все, девчонки, я смыла лицо гладенько, посвежевшее. Дальше я люблю использовать какую-нибудь экспресс-масочку, либо вот такую маску от Агафьи, экспресс она тоже. Освежающая маска для лица. Она многим не нравится, но я ее обожаю, потому что она дарит, знаете, такую прохладу на лице, и пощипывание, покалывание, может быть, даже неприятные какие-то ощущения, но вместе с тем пробуждает и вас, и ваше лицо. С утра я люблю ее. Я ее наношу, там иду пить кофе, да, если вот вы собираетесь на работу, говорите, у меня нет времени. Нет, не верю. Все равно вы умываетесь, да, так умываетесь правильно. Пока заваривается кофе, пока вы собираете какие-то вещи, которые вам нужны, выходите с маской. Тут достаточно, в принципе, 5-7 минут. Я ее ношу столько, сколько она пощипывает в мое лицо. Как только она прекращает это делать, я ее смываю. Я наношу маску навеки. Я многие маски наношу навеки. Но моя кожа мне позволяет. Конечно, если кожа тонкая, чувствительная, возможно, она не подойдет. Но лично вот я, я всегда наношу маски навеки. Что бы кто ни говорил. Мне так нравится, моя кожа так любит. Все, масочку нанесли. На декольте можно. Вот уже начинается пощипывание. Такое активное пощипывание кожи. Пошел холодок, типа ментолового такого, да. И в это время я начинаю заниматься своими делами. Могу попить кофе, пока позавтракать. И через несколько минут вернусь к вам. Девчонки, ну вот как бы все, маска перестала работать. Буквально минуточек через 6. Сейчас я буду ее смывать. Она прозрачная, ее почти не видно. Она нехорошо впитывается в кожу. Лицо слегка покраснело. У меня здесь ванная, конечно, освещение не айс. Но что делать. Сейчас еще нравится с утра использовать вот такую сос-пудру от Фаберли. Неплохой продукт. Почему с утра? Потому что сужает поры. Умываться ей с помощью спонжика. Вот такого. Наношу эту пудру на мокрый спонжик. Немножко так вспениво. Прохожусь по лицу. Как умывание тоже очень классно. Вот с утра. Можно вместо мицеллярного скраба. Либо вместо масочки. Так, ну все. Мы смываем маску и продолжаем. Умылась. Вытерла с полотенцем для лица. Либо салфетками одноразовыми. И сразу же после умывания наносим тоник. Это важно на самом деле. Тонизировать кожу. Потому что мы смыли с нее всю защиту. Все, что только можно. Нужно обязательно ее протонизировать. У меня вот такой тоник двухфазный с пудрой. Очищение. Матирующий тоник для комбинированной кожи. Я люблю использовать этот продукт именно утром. Чтобы слегка проматировать кожу. И доочистить, скажем так. Такие продукты я наношу с помощью ватного диска. Продукты, которые увлажняют. Если у вас сухая кожа, или питательные тоники, или тонеры, я наношу всегда руками. Вот так вот вдавливающими движениями на руку выдавливаю. Этот тоник необходимо взболтать. Там матирующая пудра в составе. Наношу на ватный диск и прохожусь по всему лицу. Он слегка попахивает спиртом. Но моей комбинированной коже это не страшно. Вот таким образом. Не оттягивая кожу вниз по массажным линиям. У меня, кстати, есть, девчонки, подобное видео в плейлисте «Секреты красоты», где я рассказываю про то, как надо правильно умываться. Если вам интересно, посмотрите. Я вам подсказочку оставлю. Все, прошлись. Декольте тоже не забываем. Посередине вверх, по бокам в стороны. Завершили. Дальше крем тоже наносим сразу. Утром мне нравится использовать сейчас вот такой крем с улиточкой из Фикс Прайса. Он мне нравится. Он немножко подтягивает кожу. Он слегка ее матирует. Немножечко стягивает поры. Вот прям нравится. И сыворотка отварива, фуберлик, сейчас у меня в использовании. Я ее попробовала наносить в чистом виде на лицо. Мне тоже очень понравился этот эффект на самом деле. Можно использовать эликсир. Это у нас, да, как сыворотку легко. Так, что мы будем делать? Я сейчас на ладошку нанесу вот этот кремушек из Фикс Прайса. Действительно, девчонки, у кого жирная комбинированная пакетка, кожа советую попробовать. Подходит для области вокруг глаз, да, потому что подтягивает. Так, и возьму сейчас одно-две капельки и капну на ладошку в крем. Две капельки, да, достаточно. Смешаю это все дело на ладони. Вот так. И нанесу на кожу. Это у меня второй номер эликсира Аквалифтинг. Мне показалось, что именно этот продукт подойдет мне, потому что там вот, допустим, для комбинированной кожи не так много было из чего выбрать. Всего четыре эликсира. Так, я наношу и на кожу вокруг глаз. Обязательно вот я люблю ухаживать за этими темными уголками. Многие девочки вот прям делают масочки, скрабы, да, не заходя на глаза, боясь растянуть там кожу или еще что-то. Я, девчонки, никогда это не слушала. Я всегда делаю так, как нужно моей коже. Какие у нее есть потребности, как ей хорошо, так я и делаю. Даже маски-пленки делаю всегда под глаза и над глазами. Но это чисто мое. Так, все, нанесли кремушек. Сейчас он быстро очень впитается. И кожа наша готова к макияжу. К макияжу, либо если вы дома, просто она готова. Вот такой утренний уход. Продолжим с вами вечером. Расскажу вам некоторые вечерние секреты. Не переключайтесь, как говорится. Да, девчонки, еще хотела сказать, но я думаю, что это понятно, но мало ли. Если у вас комбинированная жирная кожа, то с утра мы используем только такие продукты, которые ее матируют. Правильно? Ищем, находим, что вам подходит. В данном случае, вот смотрите, у меня крем впитался. И нигде никакого блеска нет, кожа матированная. И все. Вот сейчас еще матирующий тональный крем и просто красота огонь. А те, у кого сухая кожа, используем, конечно же, продукты попитательнее. Попитательнее. Я думаю, это всем и так понятно. Все мы видим, какие продукты, как работают на нашей коже. Поэтому здесь самое главное, почти самое главное, найти свой продукт, который делает тебя красивее, который тебя преображает. Не пользоваться всем подряд, подаваясь там маркетинговым ходам, различным рекомендациям. Пробуем, тестируем, понравился, хорошо работает на коже. Лицо выглядит гладкое, лицо выглядит напитанное в то же время, красивое. Да, все мой продукт, и как бы хватит экспериментировать. Всем привет еще раз, у меня уже вечер, и сейчас мы с вами приступаем к вечернему ходу. Надеваю снова свою любимую повязку, и поехали. Важный момент. Мы, подходящий для себя, для своей кожи мицеллярочкой, будем снимать макияж. Я сделала на этом акцент, потому что я буду сейчас использовать самую жуткую мицеллярку, какая только есть в природе, биомика, которая щиплет кожу, глаза и все на свете. Но, тем не менее, я ее использую, потому что, возможно, она проявит себя как-то чудесно на моей коже. Не знаю, у меня есть другие, и я посоветовала бы скорее Вербену, которая очень деликатно и до скрипа очищает кожу, либо Феберлик Эксперт, либо Эйвентру, матирующая серия, тоже мицеллярка обалденная просто, слегка может щипать, если переборщить на ватный диск. Но это самая ужасная мицеллярка. Слышала, что на гель отзывы хорошая, а мицеллярка просто аут. Берем ватные диски. С этой мицелляркой их нужно 3 минимум, потому что она очень плохо снимает макияж. Я по 2 буду мочить, наливаю, чтобы как следует были такие влажные, но не сильно, потому что если попадет в глаз, вообще вырви глаз просто. Остатки на другой ватный диск могу отжать. И прикладываю к глазам. Я сейчас вам буду показывать эффект ванта, не надо пугаться, потому что только от этой мицеллярки у меня такой эффект. От Вербены такого нет. Приложила ватный диск к глазику, протер слегка, и никакого эффекта ванта. Но это, ее быстрее хочется смыть с лица. Но я все равно ее, девчонки, тестирую. Не знаю зачем, но я ее тестирую. Можно было бы как бы на глаза одну, да, а на кожу лица другую, но я все равно буду тестировать эту, заодно чтобы вы лишний раз увидели, что это за ужас. Уже видно, да? С другими мицеллярками у меня такого не бывает. Я предпочитаю 2 ватных диска брать и сразу оба глаза стирать. Худший продукт вообще за последнее время Фаберлик, видите, да? Именно эффект панды. Причем у меня не водостойкая тушь. Тени, конечно, водостойкие, но они светлые. Таким образом стираем макияж. Беру еще 2 ватных диска, потому что эти все уже напрочь пропитаны. Беру снова эту мицеллярку. Пока глаза не попало, повезло. Сейчас остатки тоже отожму, а то будет очень-очень неприятно. Стираем глазки дальше. Остатки макияжа. Более-менее вроде стерлась. Еще более-менее. Какой-то агрессивный прям уход с этой мицелляркой. Хотя, правда, девочки рассказывали, что гель для умывания им очень нравится. Кто пробовал, я вот что слышала. Так, снимаем тональную основу. Как следует. И пока мне не разъело всю кожу от этой мицеллярки, я буду использовать пенку. Сразу, моментально. У меня пенка Эйва Нутро Эффект. Вот такая. Такая же, как и утром я вам показывала. Тоник. Очищение. Пенка для умывания, для комбинированной жирной кожи. Она обалденная. От слова прям обалдеть. Она настолько крутая, что словами не передать. У нее такая мягкая кожа, в то же время в нужных местах слегка подсушенная. Ну, не сухая, нет, а вот жирность убирается, да. Тон выровнен. Лицо как персик просто. Это офигенный продукт просто на самом деле. Я не ожидала такого от Иван. Сейчас мы будем ее взбалтывать, да. Взбалтали, да, и наношу на руку. Пару нажатий вообще за глаза. Иногда я одного... Ой, глаза щипать от мицеллярки начинает. Наношу на кожу лица. И вот так вот делаю. Потом за кадром я еще и по глазам пройдусь. Потому что сейчас мне удобно. Воду включу, когда буду снимать, еще пройдусь по глазкам. Классная пенка, вообще обалденная. Такая нежная, деликатная, мягенькая. Проходим все как следует. Смыла пенку. Кожа уже достаточно чистая, классная. Но на этом останавливаться нельзя. Нужно довести дело до конца. Что использую дальше? Либо какой-то скраб. Либо пилинг-скатку. Либо пилинг АБЦ Фаберлик. У меня вот шаг бы окончился. Жду, когда будет по акции. Либо вот такой пилинг-скатка вместе Айсиул. Я хочу именно этот продукт сегодня использовать. Ну понятно, да, что пилинг-скатку раза 3-4 в неделю. Пилинг обычная система АБЦ 1-2 раза в неделю. Если чувствительная тонкая кожа, то 1 раз. Если комбинированная, как у меня, я использую 2 раза в неделю пилинг домашний. А скрабики можно хоть каждый день. Ну смотря опять же он у вас какой. Так, я наношу гель-скатку Айсиул на пальчик и распределяю по лицу. Тут никакой времени выдержки экспозиции нет. Мы сразу будем ее скатывать. Я уже говорила в других видео, вот записала на нее в инстаграм, что она очень похожа, что-то среднее между гель-скаткой, которая у нас была и вывелась из производства Фаберлик, и шагом Б от пилинга. Ну проще говоря, это скатка со свойствами мицеллярного такого скрабика. Доочищаем свое лицо, оно тоже слегка может пощипывать от этой скатки. Здесь много мелких крупинок. Вычищаем все наши поры, роговевшие клетки, бытовую пыль, уличную пыль. Все это оседает, наслаивается. И если очищение кожи неправильное, то образуются морщины. Я вам, девчонки, сегодня Америку открывать не буду, но тем не менее в конце видео расскажу. Очень простой секретик. Видите, я по рекам тоже и прохожусь. Я говорила вам уже, я все делаю на реках. Может быть и зря, может быть и нет. Видите, катышки образовываются. Вот так работает скатка. Если ваши средства мицеллярная вода, пенка, плохо справляются со своей задачей, то вы увидите, как эти катышки окрасятся, допустим, в бежевый цвет, если у вас на лице был тональник. И так далее. Губы тоже обязательно. Девчонки, если есть морщины, в данном случае я рассматриваю себя носогубную складку, то в этих местах проходимся как следует. Можно, знаете, даже знаете, как делать. Допустим, берем, если носогубную складку, языком изнутри ее подпираем, выравниваем и массажируем. С другой стороны и посередине можно так. Очень эффективно так очищать свое лицо. Есть мимические, если морщинки здесь, то проходимся и по ним. Если есть здесь, у меня, кстати, была здесь морщина, и очень глубоко выраженная. Я убрала ее именно правильным уходом, правильным очищением. Ну и все, девчонки, сейчас буду смывать нашу складочку. Катышки у меня все беленькие и светлые, потому что пенка эйванская очень хорошо убирает остатки макияжа с лица. Смываем. Умылось. Лицо уже как персик просто, как у младенца. Очищенное, очень гладкое. Скатка вот эта оселовская новая, она просто чудесная. Причем оно не пересушенное, как бывает вот после пилинга, да, стянутая, хочется нанести что-то. После пилинга, скраба, скатки я наношу маску. Я делаю маску два раза в день. Утром и вечером. Утренние маски, освежающие, вечерние маски питательные. У меня в использовании всегда должно быть 5-6-7 масок минимум, потому что я делаю их каждый день и чередую. То есть одну маску можно делать один-два раза в неделю только. Значит, у меня должно быть хотя бы пять масочек, которые я могу чередовать утром и вечером, да. Это минимум. Я сейчас хочу открыть, попробовать маску для лица, омолаживающую с гиалуроновой кислотой от Юни Лук из Галла Марта. Вот так она выглядит. Я еще ее не пробовала, она закрыта. Распечатываю, стою. С маслом жжава, алоэ, вера, гиалуроновой кислотой. Фу, запах, конечно. Написано же на основе козьего молока. Вот именно так она и попахивает, скажем так. Ну ладно, будем пробовать. Наносим масочку. Кому нравится кисть, я когда как, мне иногда лень кисть доставать, могу и руками. Но чтобы видео было более эстетичным, я все же ее достала. Наносим маску на все лицо. Выжидаем столько, сколько там написано. И будем с вами ходить. Так, нам здесь сколько надо ждать? 10-15 минут, а потом смыть водой. Даже если я потом буду делать на ночь маску несмываемую, какую-то, да, ночные масочки у нас есть, я все равно перед этим делаю смываемую. Обязательно, как отчинаш. Как бы я не устала, как бы мне не было тяжко, но все эти этапы процедуры моя кожа должна пройти. Ну вот и все. Масочку нанесли. Везде, да, везде. Можно на декольте, но так я делаю в основном, когда принимаю душ или ванну. А то сейчас все перепачкается. Все, теперь будем ходить 15 минут. Прошло, девчонки, минут 12. Сейчас будем с вами смывать маску. Смыла, вытерлась. Маска, кстати, неплохая. Лицо увлажняет. Не скажу, что прям сильно питает, но увлажняет. Следующий этап, как утром, у нас обязательно тоник. Тоник увлажняющий. У меня для лица есть вот такой Атвитекс Алоэ Вера. Ну, неплохой продукт. Его я буду наносить именно руками. На ладошку выдавливаю. Выливаю, скажем так, распределяю по рукам. И вот так наношу. Пахнет огуречным лосьончиком, если кто пользовался когда-то таким. Про декольте тоже не забываем. Вдавливающими движениями. Ничего не трем, просто вдавливаем. Вот так. Остатки можно по рукам распределить, рукам тоник тоже не помешает. И следующий этап у нас это крем, либо ночная масочка для лица. Здесь уже даже комбинированной кожи лучше выбирать какие-то питательные продукты, ну, естественно, подобранные, которые не будут забивать пор. Я тестировала крем от ИНЮ Эйвен, точнее маску ночную, да, защиты восстановления, ночная маска для лица, ИНЮ Клиникул. Красивая такая баночка. И спустя несколько дней поняла, что она забивает мне зону, пор в этой зоне, и теперь я использую ее на декольте только. Вот так она выглядит, в ней белые такие крапинки, которые лопаются пузыречки на вашей коже. Приятно наносить, если честно, но я ее тестировала, тестировала, и так и не поняла восхищенных отзывов об этом продукте, потому что она, ну, никаких чудес, помимо увлажнения на моей коже не делала. А еще оказалось, что закупоривает поры и расширяет их. Очень некрасиво. Я однажды утром проснулась, заметила, это больше на лицо этот продукт не наношу. Так, декольте. Все, прошлись как следует, да, помассажировали тоже, что нужно. И теперь лицо. На лицо я буду на ночь наносить увлажняющий гель для лица из линейки Фаберлик Уикенд. Мне нравятся эти продукты на ночь, потому что на день иногда они мне дают покраснение кожи. Микроциркуляция сильно улучшается, улучшается, усиливается. Вот. Наносим продукт на лицо, не втирая. Пусть кожа сама впитает столько, сколько ей нужно. Распределяем вот так по коже. Как же мне нравится, как пахнет эта линейка Уикенд вообще. Вокруг глаз наношу, как бы тоже можно, не возбраняется. Иногда даже слышала отзывы, девочки писали, что вот эта серия Уикенд, если использовать вокруг глаз, она может снимать отеки даже. Я так понимаю, как раз вот за счет улучшения микроциркуляции. Все. Вот так, девчонки. А теперь обещанные секретики, которые я хотела вам рассказать, которые настолько просты, что их знает каждый, но не делает. Самый главный, ключевой момент в уходе за своей кожей лица, если вы хотите, чтобы она долго оставалась молодой, это системность. Системность поэтапности ежедневно. То есть, если вы пришли усталой, а, сегодня не буду, макияж там смыл, и слава богу, не прокатит. Все это должно просто войти в обязательный, ежедневный ваш план. Утро, вечер, какой отчинаж, даже если вы пришли с корпоратива, скажем так, слегка не в себе, ну, бывает такое, да, все равно, какой бы вечер у меня насыщенный не был, он должен завершиться именно так, или даже ночь. Обязательно. И тогда с утра вы не увидите уставшее лицо, да, после гулянки, вечеринки, а вы видите его свежим. Может чувствовать себя будете не очень, но лицо ваше будет свежим. Не будет никаких капилляров лишних, покраснений, будет все замечательно. И второй секретик, это правильно подобранный продукт. То есть, если у вас жирная комбинированная кожа, проблемная, не надо ее излишне утяжелять какими-то суперпитательными продуктами. И наоборот, если она у вас сухая, мне кажется, за сухой кожей ухаживать хуже, потому что есть всякие мелкие шелушения, которые необходимо убирать. У меня, кстати, до того, как я начала системно ухаживать за своим лицом, зимой, особенно во время морозов, вот тут-то зона под носом, лоб вот здесь, да, сохла кожа, были шелушения. Вот тут вот где-то могли быть на щеках, да, от морозов. И когда наносишь тональный крем, это очень сильно особенно было видно. Меня вообще это выбешивало жутко, но когда я начала ухаживать за своим лицом правильно, системно, ежедневно, утро, вечер, все, все прошло вообще просто замечательно. У меня была, я уже вам говорила, здесь глубокая морщина, она убралась, осталась, вот, если так делать, она есть, да, а она была у меня при разглаженном таком как бы вот лице, да, ее было сильно видно. Правильным ощущением, уходом я смогла ее убрать без всяких там каких-либо проблем. Так что вот так, мои хорошие, надеюсь, что была вам полезна. Если это так, обязательно ставьте лайк. Я с вами прощаюсь до следующих видео. Всем доброе утро или добрый день, или, как в моем случае, спокойной ночи. Пока-пока.